Краснодарские горнолыжки В четверг центр Красноярска сразу на несколько часов закроет для транспорта. Движение ограничат из-за демонстрации, посвященной годовщине со дня Великой Октябрьской революции. С часу до трех дня нельзя будет проехать по Мира на участке от Лингбаума до Горького и прилегающим дорогам. Подробнее о перекрытии и временной схеме проезда можно узнать на сайте мэрии. Также есть информация о том, как будут ездить автобусы. Важно и то, что уже сегодня в центре ограничат парковку. Так что следите за знаками. В России могут вернуть вытрезвители. Решение приняли в Госдуме. Правда, пока только в первом чтении. Учреждения по замыслу депутатов будут платными. Оплачивать услуги должны сами клиенты. Кроме того, планируют внести изменения и в закон о полиции. Если это произойдет, сотрудники снова смогут отвозить нетрезвых жителей не только в медицинские. Но и как раз вытрезвители. Добавлю, эти спецучреждения исчезли в нашей стране в 2011 году. В Красноярске выбирают лучший цветочный мед. Бороли за победу пчеловоды со всего края. Пасеки из Боготольского, Сухобуземского, Манского и Емельяновского районов. Они представили таежные сборы, луговой мед и мед из клевера. Оценивали продукт по вкусу, аромату, консистенции дипломированные дегустаторы. Победитель станет известен в ближайшее время.